Мразь! Как его... Как этого дегенерата зовут? Актеришку! Это ничтожество с собачкой! Как этого... Это педр... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Педерацию! Панин с ногой в жопе, насиловавший собственную собачку! Вот эта мразь апокалиптическая, которая, по идее, никогда не должна осквернять своими лапами святую российскую землю. Не пускать эту мразь никогда никуда. Любой гад, который позволит себе дать ему работу или отправит ему копейку, должен гореть в аду вместе с Панином. Девушки отдыхают. А дебош в самолете? Какой дебош в самолете? Этого не было. То есть вы хулиган или нет? Нет, постойте. Я вам еще раз говорю. Средства массовой информации, СМИ, желтые, не просто. У меня дочка была со мной рядом. Я понимаю, о чем вы говорите. Дебош в самолете. Дебоша не было. Мы видим какие-то фотографии. Ну, подождите, если я дебоширил. Ну, почему же все сняли, как я выхожу из самолета, а как дебоширил-то я не выхожу. Ой, не сняли. У меня дочка, когда это все читает, она смеется, потому что она очень часто бывает рядом. Я не дебоширил в самолете. Мы вылетали из Симферополя с Ньюси. Я боюсь этих самолетов, хотя всю жизнь на них летаю, выпиваю. А здесь даже и не пьяный-то особо был. Так чуть-чуть мы венца выпили. И Ньюси сидит в окно, смотрит, а мы на рулежку. Вы даже еще не выехали, вы только двери закрыли. Она говорит, пап, так улетать не хочется. А мне тоже так не хотелось. У нас еще друзья в Симферополе осталось. Я девчонок зовут, я говорю, слушайте, можно мы выйдем? Они говорят, ну что, прям приспичило. Я говорю, ну пожалуйста. Они говорят, ну мы обязаны доложить милицию, потому что если бы уже дверь закрыли. А самолет, а, здесь надо заметить, что самолет опоздал на полтора часа. И то есть авиакомпании очень удобно было списать этот дебош на какого-нибудь... А тут Панин подвернулся, идиот, а давай я тебя выйду. И они повесили все на меня. Они и так должны были уже там оплатить людям какие-то пересадки пропущенные. Ну тут я, как всегда идет. И вышел второй пилот. Ой, нет, командир корабля. Он подошел и говорит, Алексей, какие-то проблемы? Я говорю, нет, ну пожалуйста. Он говорит, да, пожалуйста. Я говорю, у вас нет претензий? Нет претензий. Мы вышли, ребята, менты нас отвели к себе. Мы написали заявление, они купили Ньюсе мороженого, отвели нас на такси. Все, никакого дебоша. Но на следующий день все заголовки Алексея Панин устроил дебош в самолете. Ни одного видео, ничего. Но дебош в самолете. Ну это хороший такой пример, который показывает на самом деле, что... Клянусь, ни словом не вы. ...что равенства нету, потому что понятно, что если это был бы обычный пассажир, ни человек с лицом, ни артист, то его бы просто послали с этой просьбой. Вы же понимаете. Может быть, да, не знаю. Я вам клянусь, честное слово, вот хотите, верьте, хотите, не верьте. Я сейчас вообще нахуй этот самолет в Турцию завернул. Мы же привыкли с уралой, и от στο фостом. Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, вылетавшего из Симферополя в Москву. В соцсетях появились фото и видео, которые сделали пассажиры рейса. Как сообщают очевидцы, Панин находился в нетрезвом состоянии. Он без разрешения ходил по салону, не обращая внимания на требования стюардов. По словам пользователей, из-за Панина самолет вернулся в Симферополь. На этих кадрах видно, как пассажиров пытаются успокоить из-за ситуации на борту самолета. Самого дебошира к этому времени уже вывели из салона.